Мы продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашей студии 639-717. Мы ждем ваших звонков. Сегодня наша программа стала своеобразным телевизионным мостом дружбы между Архангельском и другими городами. И по этому телевизионному мосту дружбы пришел прогуляться гость из столицы Чеченской Республики, города Воинской Славы Грозного. Махдан Амиров пришел в эту студию вместе со своими друзьями. Мы снова рады приветствовать Владислава Жгилева и депутата Архангельского областного собрания Александра Дятлова. Здравствуйте. 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 Еще раз. И Александр Владимирович и Магдан Мутаевич у нас в студии впервые. Магдан Мутаевич, начну с вас. Знаю, что у вас есть ответственная, приятная миссия, с которой вы прибыли к нам в Архангельск. Дело в том, что завтра Вячеславу Ивановичу, как уже было не раз сказано, юбилей. И знаю, что у вас есть что сказать вашему другу. Да, Владислав Иванович, значит, по поручению главы Чеченской Республики, Героя России, Рамзана Ахматовича Кадырова, значит, мне поручено передать, вручить благодарственное письмо главы Чеченской Республики, директору детского спортивного клуба города Архангельска, Жгилеву. Уважаемый Владислав Иванович, выражаю вам благодарность за активную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд в сфере развития физической культуры и спорта. Ну и с юбилеем, с 70-летним юбилеем вас. Поэтому письмо вам приедет советник главы Кадыров Хосеин Хожахмедович. Он официально вам вручит сегодня. Вот мне поручено, как бы сказать, предварительно вас, как бы сказать, поздравить с этим вашим юбилеем и с таким событием, что я и делаю. Спасибо. Магдан Анатольевич, спасибо большое. Александр Владимирович, я думаю, что это свидетельство того, что отношения между нашей областью и Чеченской Республикой сегодня развиваются очень активно и хорошо. Безусловно, у нас очень дружеские отношения. Благодаря моему знакомству с Владиславом Ивановичем, это случилось, наверное, более 10 лет уже назад. Я прошлый созыв возглавлял комитет по спорту и молодежной политике в Архангельском областном собрании депутатов. Мы как раз с Владиславом Ивановичем познакомились, начали здесь проводить турниры, международные турниры. У нас участвовали все диаспоры в футбольных турнирах в Архангельской области. Это, наверное, единственный турнир в России, который проводится здесь, в Архангельской области у нас. В том числе и представители как раз и Чеченской Республики. Команда у нас отдельная создана, постоянно принимает у нас участие в нашем чемпионате. Также в партии «Единая Россия» был создан специальный совет по делам национальностей, и я возглавлял эту работу. Соответственно, был принят закон по поддержке национально-культурных автономий в Архангельской области. Были выделены средства на это из областного бюджета. И таким образом уже много лет мы поддерживаем наши общественные организации. Благодаря дружбе с Лысом Ивановичем удалось побывать мне в Южной Осетии. Вы знаете, наверное, что жители Архангельской области оказывали помощь. В частности, собрали деньги и на футбольное поле. И мы с Лысом Ивановичем ездили как раз от жителей Архангельской области. Это поле подарили Южной Осетии и команду возили нашу по футболу, наших детей. Также там тут же и чемпионат состоялся на новом поле. И также благодаря дружбе с Лысом Ивановичем были приглашены в Чеченскую республику. Несколько раз туда выезжали тоже наши детские спортивные команды, играли. Но в одну из этих поездок я принимал участие. Мы встречались с парламентом Чеченской республики. Посмотрели город, познакомились с депутатами республики. Нам показали достопримечательности, которые есть в республике. Очень многое узнали. Для меня, например, было большим откровением, что мы посетили музей, посмотрели фотографии военных лет, когда происходила война в республике. И вы знаете, я был удивлен, абсолютно разрушенный был Грозный. Как по фотографиям, как раньше фильмы про Великую Отечественную войну показывают, про Сталинград. То есть просто сплошные руины. И идет такая вот дорога по городу. И больше просто вообще ничего нет. Грунтовая дорога, и остальное полностью все разрушено. И, конечно, меня поразило, во что президент Чеченской республики Рамзан Кадыров превратил город. Как он полностью удалось его восстановить. Очень много нового построено. Мы были в разных районах. Во всех районах работают спортивные клубы. Очень большое внимание уделяется спорту. Везде развивается бокс, борьба. Футбол, безусловно. Наш детский футбол. Футбол, терек. На стадион нас свозили. Мы посмотрели, какие прекрасные места для занятий спортсменов. Конечно, огромное внимание президентам уделяется молодежи, развитию спорта. Поэтому, безусловно, он является безусловным лидером Чеченской республики. Поэтому пользуется большой поддержкой народа. И поэтому, я думаю, когда бы там выборы не объявили, безоговорочно Рамзан Ахматочный берет там стопроцентный результат. Потому что люди его любят. И я разговаривал со многими простыми людьми там. И они говорят, вы знаете, мы, честно говоря, никогда не верили, что при нашей жизни вообще город возродится и вообще он будет построен. Мы думали, что это вот надолго так уже останется. Поэтому он пользуется заслуженным там авторитетом и большой популярностью. Чистый город. Вот что обращаю внимание. Очень чисто везде. Очень культурно себя люди ведут. Мы были по приглашению с делегацией даже в ресторанах. Вот в пятницу пришли в ресторан, но никого нет людей. Мы спрашиваем, почему людей-то нет, где люди все. Они говорят, а у нас, потому что традиции выходные все проводят с семьей. То есть вроде как бы и пьяных нигде нет, мы никогда не видели. И никто никому не подстает. И очень у меня положительные впечатления остались. И просто когда оттуда приезжаешь, хочется, чтобы как-то и у нас в области тоже, и в городе в частности, тоже был такой порядок и красота. Когда если дорога, так она идеально ровная. Если бордюр у дороги, он ровный. Если стоит забор, он идеально ровный. Если какие-то проекты строятся, то вокруг, например, стройки, она обнесена забором. На заборе нарисован проект, то, что будет построено. И стоят точные даты. Начало стройки и конец стройки. И возможность есть только, что этот объект сдадут раньше срока, а он не превратится в долгострой. И вот таких вот очень много позитивных моментов у нас в памяти осталось. Поэтому я когда слышу, вот у нас в частности по телевидению много показывают, негативные информации, да, вот и прочню, рассказывают. Я сам там вот побывал, сам на все посмотрел, потому что я никогда этому не верю. И считаю, что многие наши журналисты, в том числе, просто передергивают факты того, что там происходит. На самом деле люди все живут достойно. И я понимаю, что это все удалось воссоздать и сделать. Поэтому вот знакомство с Лисапом Ивановичем мне в жизни вот дало очень много. Я сам бы просто, наверное, никогда бы не поехал ни в Южную Осетию, ни в Грозное. Так вот благодаря ему я посетил эти места. Он очень энергичный человек. Постоянно звонит, постоянно нас всех, наверное, да, и не только меня. Постоянно куда-то зовет. То надо помогать детским садам, то надо ехать по детским домам. Постоянно собирает подарки. Мы им тут постоянно помещения какие-то свои отдаем. Дай бог, чтобы как можно больше было таких людей. Причем он ведь совершенно ничего с этим не зарабатывает. Сейчас проводим выставки детских рисунков. То есть он с Южной Осетии, с Грозного привезли коллеги. С Луганской. С Луганской вот сейчас. С Беслана. С Беслана очень много детских рисунков. И мы вот в школах Середвинского, у меня в округе, начали проводить уроки, патриотические уроки, когда мы просто собираем детей. Они причем сами рассказывают стихи про войну, сами поют песни про войну, вспоминают историю, начиная с Великой Отечественной войны и до тех терактов, которые случились в нашей стране и во всем мире. И в то же время мы показываем вот эти рисунки, которые дети, которые живут во время этой войны, которые они их сами нарисовали. И вы знаете, ребята понимают, что самое дорогое, что есть, это мир. И нам очень везет, что мы все-таки в России учимся в мирное время, в мирных школах. И наши дети не знают, что такое война. И наша задача все-таки сохранить этот мир. И я считаю, что что бы нам ни говорили, но у нас многонациональная страна. И нам самое главное, чтобы никто нас не мог разъединить и сохранить дружбу народов между нашими республиками, между нашими краями, между нашими всеми людьми, которые проживают на территории нашей страны. Я считаю, что Владислав Иванович с этой задачей успешно справляется и нас всех объединяет. – Богдан Мутаевич, наверняка поддержите Александра Владимировича. – Да, конечно. Мы как бы с 2010 года в 2011-2012 году отвозили детей с Архангельска в Чеченскую республику. Там проводили турниры по мини-футболу. Ребята наши архангельские там зарабатывали призовые места. – Рамзан Ахматович по 10 тысяч каждому дал. – Да. И благодаря Саше Дятлову мы сюда привозили выставку у нас здесь проходила. Привозили из Чеченской республики. Мы фотографии. Приезжал сюда тоже советник Рамзан Ахматовича, Хосеин Кадыров совместно с ним. Ну и в общем стараемся и в будущем как-то там проводить мероприятия, связанные с футболом, с какими-то там выставками. Глава республики Рамзан Ахматович уделяет очень большое внимание физическому спорту, особенно детско-юношескому спорту. И поэтому мы будем двигаться вот как бы в этом направлении. – Хочу еще отметить, что очень теплый прием в Чеченской республике. То есть наших ребят, детей там бесплатно кормят, бесплатно возят, бесплатно встречают. И ребята потом, когда сюда возвращаются, конечно, у них остаются самые лучшие воспоминания. И первый раз, когда Владислав Иванович мне сказал, что детей надо отвезти в Чеченскую республику, я, честно говоря, как-то настороженно к этому отнесся. Но все-таки дети, и я переживал, как родители на это посмотрят. А вот когда я сейчас сам съездил, я считаю, что нету безопаснее места у нас, наверное, в России, чем поехать отпустить детей в Чеченскую республику. Тем более, когда они там находятся под присмотром президента Чеченской республики, то есть они находятся в полной безопасности. – Александр Владимирович очень вовремя добавил свое впечатление, потому что сейчас хочу от лица всех гостей нашей студии, от себя лично, от всей нашей редакции, от всех архангелогородцев, фотоальбом «Непарадный Архангельск» передать вам, отправить в Чеченскую республику. То есть пожелание всего самого наилучшего всем жителям республики и надежды на новые встречи. И причем встреча-то состоится уже очень скоро, потому что на 90-летие Северного хора у нас приезжает чеченский ансамбль танца. – Я хочу добавить, что у нас 1 июня уже согласовано с Чеченской республикой. Мы едем туда с Владиславом Ивановичем, и там будет проходить выставка детских рисунков, которые дети нарисовали во время войны, и она там будет проходить. – Ну, то есть этот год, 16-й, можно сказать точно, что связи между Чеченской республикой и Архангельской области будут только укрепляться. Спасибо вам большое, Магдан Мутаевич. – Спасибо вам. – Владислав Иванович, тоже мы сегодня хотим вам сказать слова признательности, благодарности за вашу отзывчивость, за вашу открытость. И спортивному человеку хотим подарить спортивный подарок. Вот эта замечательная книга «Архангельск. Спортивное время. События. Люди». Наверняка найдете там много знакомых лиц. – Я и себя найду. – И себя в том числе, и все события, целый калейдоскоп, которым вы тоже являлись участником, и вместе с Александром Владимировичем, вместе со своими друзьями создавали спортивную историю города в том числе. – Спасибо. – Владислав Иванович, хотим вам пожелать долголетия, энергии, самого хорошего настроения, долгих лет жизни. И вот напоследок скажу, что все сегодняшние гости, которые приходили к нам в студию, которые сейчас находятся здесь, они своим визитом в Архангельск, в общем-то, обязаны вам. Вы собираете вокруг себя этих людей, полны неутомимой энергии, имеете много планов. Вот зачем вам сегодня, скажем так, тормошить людей? Вот тому же Александру Владимировичу постоянно звонить, предлагать новые идеи, проекты, преодолевать сотни километров, чтобы помочь. – Кстати, я езжу с его помощью. Так что мы тут с ним вместе как бы шевелим весь Архангельск. – Еще бы, да. – Он помоложе немножко. – Да, и все-таки вот в преддверии такой даты, да, повод для рассуждения, межзамышлений. А зачем сегодня это нужно? – Надо, чтобы жили люди в мире. Тот, кто не видел войны, тот, можно сказать, ничего и не знает. Я вот видел глаза детей, когда им даешь подарок, он просто не верит еще, что Дед Мороз ему подарок вручил. И начинают на украинском языке, я хоть украинский-то, ну, немножко знаю, несколько, два-три слова, но он Деда Мороза там хвалит. Ну, знаете, интересно, и девочки там, и мальчики, и вообще это, там страшновато, конечно, очень. Ну, не то что, ну, просто за людей страшно. Там, что там дальше будет, я не знаю, но вот они обратились, многие пенсионеры, ветераны войны, получают 3000 рублей в месяц. И вот попросили, если можно, с продуктами на День Победы. И вот я думаю, что с 1 марта с Александром Владимировичем мы Кличкинем, у нас народ отзывчивый в области. Я убедился, вообще, даже с Мирного, с Няндом и с Онеги, отовсюду, ну, прямо здорово. – С Северодинска. – С Северодинск, да. – Архангельск. – Подводный щит, да, и Архангельск. – Вообще, очень я доволен нашим народом северным. – Владислав Владимирович, спасибо им огромное. – Спасибо вам большое, спасибо за то, что нашли время в своем плотном графике достаточно прийти к нам сегодня в студию и собрать много хороших, добрых гостей. – Спасибо вам большое. И спасибо вам, Александр Владимирович, Магдану Путаевич, за то, что нашли время прийти к нам. До новых интересных встреч и новых бесед в этой студии. Спасибо. – Спасибо вам. – Спасибо. – Далее я передаю слово Елене Доценко. В эфир выйдет очередной выпуск рубрики «Прямая речь». Я прощаюсь с вами и напоминаю, что повтор программы в 23 часа и завтра в 8 часов утра. А в понедельник вновь встречаемся на канале ПС 19 часов 50 минут. Ну а сейчас «Прямая речь» от Елены Доценко. Всего доброго. – Привет. Приветствую вас. Впереди день влюбленных. Поговорим о красоте. Наша тема «Все блондинки дуры?» Вечный вопрос. Красивая или умная? Женственная. Это точно. Так говорит современный интернет и среднестатистический мужчина. Что это? Обычный стереотип, который формирует нашу с вами действительность. Штамп, ставящий жирную точку. Стереотипы рулят. Но ведь история знает многих блондинок, которые изменили мир. И натуральные, и крашенные. Восхитительная красотка и мечта президента Мерлин Монро. Муза всех теннисистов и японцев Мария Шарапова. Женщина с косой Юлия Тимошенко. Кстати, карьера многих видных женщин-политиков пошла в гору, когда они стали блондинками. Хотя и другие крайности случались тоже. Простите, белокурые дамы. Мужчины согласятся со мной. Женщина за рулем расширила расхожую фразу о блондинках до «все бабы дуры». Это стереотип. Такой же, как, например, мужчина должен быть могуч, вонюч и волосат. С одной стороны, стереотипы – это фундамент, на котором мы стоим и строим свою жизнь. Это залог укрепления традиций, даже сохранения национальной идентичности. Извините за пафос. Но с другой стороны, это мощный ограничитель. Мы штампуем свое сознание. А залог развития – гибкость мышления и открытость. Кстати, далеко не всегда позитивного. Посмотрите, например, до чего доэкспериментировали наши друзья-европейцы со словом «толерантность», что довели до мужеложества и хаоса полконтинента. И все же, устроив ритуальные пляски на стереотипах, мы засоряем мозги. Мы с вами топчемся без конца на месте. Каков же правильный ответ? Где та самая золотая истина, как всегда, на поверхности? Говоря о блондинках, мы на самом деле имеем в виду общее понятие красота. По словам классика, она спасет мир. Это одна из ключевых базовых ценностей, которые были всегда, которую хотели и к которой стремились. Это идея, которая испокон веков вдохновляла, побеждала и создавала шедевры. И понимание которой менялось с годами, из века в век. Посмотрите на Венеру Милосскую. Ну та, что без рук нам досталась. На любителя, скажем прямо. А средневековая красавица, которая никогда не видела солнце и стыдливо затягивала все свои пышные формы в корсет. Загар в то время – удел крестьян, товарищи. О Венере художника Рубенса эпохи Ренессанс сегодня мечтают разве лишь фитнес-тренеры и мастера диет. А наша русская красавица сегодня может смело выступать на ринге. Что же случилось сегодня с женской красотой? На днях ввела в интернет поисковик слово «красота». Читаю. Эффективные процедуры, маски, педикюр и маникюр. Это самый популярный ответ после Википедии. Вот так современность меняет содержание. Что же досталось нам, милые дамы и кавалеры? С одной стороны, модный нынче здоровый образ жизни и фитнес, а с другой – талантливый врач-косметолог. Спросите, кто такая современная красивая женщина? Сплошная физиология. Причем зачастую хирургически исправленная и трафаретная. Вы обратите внимание на то, как выглядят дамы, которые стоят в очереди на паспортный контроль. Застряли мы с вами в том самом периоде созревания человека, когда хочется, чтобы, как у всех, одинаково. Или просто стало доступно все до обжорства. Волнует нас только оболочка. Скажете «завидую» – вы правы. Вдумайтесь во фразу «ужасно красивая». Мне кажется, очень подходит современному пониманию красоты. Только глаза и речь выдают. Красота – это идея, дающая эстетическое наслаждение, совершенство и гармония, любовь. Задумайтесь, ведь не бывает уродливых храмов. А тот самый несчастный парфюмер из известного современного романа убил многих женщин, чтобы познать красоту запаха. Наверное, Жан-Жак Руссо, известный французский просветитель и педагог, который прославлял все натуральное, сегодня бы не выжил. Вновь приведу пример. Милые мамы, вспомните, как вы знакомились со своим ребенком. Скажем, не самый тот момент, когда вы в форме и во всеоружии. Но для вашего малыша вы были самой красивой на свете. Так что будьте любимыми, вдохновляйте. Я жду новых тем. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин